Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Спасибо большое, прошу вас. Уважаемые участники форума, дамы и господа, друзья, рад приветствовать вас в России, в Санкт-Петербурге. Вот уже в десятый раз наша северная столица принимает посланников культуры из самых разных государств мира. Каждая такая встреча, как и сама культура, отражает дух времени, поднимает самые важные, острые, значимые вопросы. Форум объединённых культур – это один из содержательных ответов на сложные вызовы, которые сегодня стоят перед странами и народами. В самом его названии признание цивилизационного многообразия мира, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религии. И, конечно, безусловное равенство государств в формировании мировой культурной повестки. Эти подходы и принципы были зафиксированы в декларации, принятые на форуме в прошлом году. Их актуальность в наше время как никогда высока. Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но, к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего, из-за беспрецедентной политизации сферы культуры. Превращение её в оружие – геополитический интриг. Из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни, принизить важность национальных систем ценностей. Всего, что не совпадает с повесткой, которую продвигают так называемые глобалистские элиты и правящие круги некоторых государств. Мы в России с главными для нас ценностями определились. Закрепили их в основном законе страны, в Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет. То так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов. Жить в гармонии с природой по её естественным законам. Результат этих усилий безо всякого преувеличения определит и будущее мирового устройства, и перспективы культуры. Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры. Недаром дипломатию называют искусством. Чтобы владеть им, нужны не только знания и талант. Дипломатия – это тоже культура. Культура поступков, эмоций, речи. Именно она даёт понимание, что можно и чего нельзя говорить и делать, чтобы избежать непоправимых последствий. Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряжённые моменты Холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации, преследования то по национальному, то по этническому, то по религиозному признакам. Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и каким приводят последствия для конкретных семей, людей, причём самых разных возрастов. Мы это видим. Именно поэтому недавно был подписан указ президента России об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идёт о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращённые этнические установки. Немало обращений и от деятелей культуры, кстати говоря, нежелающих вмещать в своё творчество прокрустого ложа квоты критериев, созидать с оглядкой на соответствие чуждым им неолиберальным стандартам. Эти стандарты активно тиражируются некоторыми СМИ, формируя так называемый мейнстрим. Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму. И если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссёра, актёра мелькнёт инакомыслие, сомнения его ждут астротизм и отмена. Более того, всё чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе. Они видят будущую культуру во взаимном уважении и доверии, в равноправном международном сотрудничестве в этой сфере. Вновь принимая форум, причём в непростое для нас время, твёрдо убеждены в жизненной необходимости диалога культур. Ваш голос, дорогие друзья, безусловно должен быть услышан. Навязчивая пропаганда бессильна перед лицом истинного искусства. Ведь те, кто служит ему, обострённо чувствуют нерв эпохи и потребности общества, могут различать истинные и ложные ценности, понять, кто сердцем ратует за мир, процветание и дружбу народов, а кто скрывает за правильными словами корысть, превосходство, деструктивные замыслы и свою исключительность. Ваша творческая, научная, просветительская деятельность обладает колоссальным потенциалом миротворчества и противодействия розни. Она сберегает связи между людьми, способна исцелять раны, которые наносят конфликты и войны. Поэтому важно, чтобы у вас была возможность общаться, обмениваться идеями и воплощать в жизнь совместные проекты. Россия – одна из самых многонациональных стран мира, и мы искренне рады предоставить такую площадку для вас, в том числе и в рамках нашего, вашего сегодняшнего форума. Мы знаем, что диалог развития культур в постоянном взаимодействии и взаимообогащении. Знаем, какая мощная созидательная сила заложена в единстве разных культур и традиций. Это единство – исток нашей национальной идентичности, таких основополагающих ценностей нашего народа, как взаимопомощь, справедливость, милосердие, историческая память и преемственность поколений, крепкая семья, патриотизм и гражданственность. Россия изначально, я сейчас обращаюсь к иностранной аудитории, Россия изначально складывалась как многонациональное государство, и это, безусловно, отразилось на наших традициях. В этом основа и нашей общей идентичности, и нашей духовной силы. Развитию культуры мы уделяем огромное значение. Постоянно обновляется инфраструктура музеев, театров, клубов, библиотек. Возрождаем храмы, реконструируются набережные, парки, скверы, общественные пространства. Всё это не только гуманитарная составляющая, но и важный фактор развития всех наших регионов. Вот я недавно был в Туве, посмотрел, как там местная религиозная община развивается. У нас строятся сотни, может быть, уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог. У нас всё это на марше, всё активнейшим образом развивается. Разумеется, ни в царской России, ни в советской России такого, конечно, не было. Много делаем для охраны объектов культурного наследия, планируем принять здесь долгосрочную программу, реализовать её не только за счёт бюджета, но и с привлечением меценатов. Опыт такой есть, будем его развивать. Понимаем, как важно реставрировать старинные усадьбы, церкви. Это зримое воплощение нашей многовековой истории и национальной идентичности. В гуманитарные связи, сотрудничество в области искусства и просвещения, молодёжные обмены входят в число приоритетов и российского председательства в БРИКС. Это организация прообраз многостороннего мира, где царят принципы взаимного уважения, самостоятельного выбора пути развития и обеспечения на практике ключевого принципа устава Организации Объединённых Наций – суверенного равенства всех государств. В этом году Россия председательствует и в Содружестве независимых государств. И по линии СНГ, и по линии БРИКС реализуется беспрецедентное количество проектов. Встречи в форматах этих организаций включают и деловая программа вашего форума. Вчера, например, прошла встреча, насколько мне известно, в министрах культуры стран-участников форума. Я рад приветствовать вас в этом зале, уважаемые коллеги, дамы и господа, и поблагодарить за вклад в расширение межкультурного диалога. За то, что вы стремитесь наполнить его ярким, созидательным содержанием, яркими инициативами. Считаю, что в целом настало время формулирования новой общей международной инфраструктуры национальных культур. В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой, и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций. Уважаемые друзья, коллеги, в прошлом году мы активно и достаточно подробно останавливались на многих вопросах, которые представляют интерес для всех собравшихся. Я надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. К сожалению, сейчас я не смогу этого сделать, но уверен, что всё, что было в рамках форума на площадках, которые были организованы участниками, прошло в высшей степени интересно, с пользой. И мы всегда рады видеть вас в России, не только на этом форуме, но и на большом количестве мероприятий, которые Россия организует по целому ряду направлений, связанных с нашей культурой и с культурой мировой, частью которой, безусловно, является и культура нашей страны. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо большое.